Девушки отдыхают 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 от возможности устроить сына там куда-то, на мою дочку, я не знаю. Они делятся, ребята, делятся на Голденов, золотая молодежь, Миддлов, средний класс. Все английский, по-моему, да, с английского? Да, это заимствование. Ну, это сленг молодежный. Это не я слова придумал, это употребляется. Конечно. Голдены – это дети очень больших начальников, крупных. У них большие возможности. У них обеспечено будущее, они живут спокойно, живут в свое удовольствие. Это в Америке было такое движение, оно называлось «Хайлайф». Ребята проповедуют высокий уровень жизни. Миддлы – это ребята в основном интеллигентных родителей или такой творческой интеллигенции и научной интеллигенции. Ребята научных работников, деятелей искусства и деятелей, ну да, культуры и искусства, да. Ты сам себе к миддлуму причислишь? Я к миддлуму, потому что я сын научных работников. Понятно. У этих людей, сами понимаете, возможности гораздо ниже материальные. Может быть, поэтому они живут чисто духовными интересами. Не то, что чисто, конечно, и все остальное. Ну да, лохи. Лохи – это ребята, которые довольно мало разбеждают. Они вообще не читают, как правило, ничего. Ну, учатся в ПТУ. Опять же, я не говорю, что все ПТУшники лохи. Да, преимущественно, по большей части, да. Но лохов больше бывают, как правило, на периферии. Я бывал, я видел. То есть там, то, что у нас, скажем, в Москве миддлы, там они тоже лохи. А то, что у нас голден, там у них это миддлы. А голден, там бывает, может быть, один только человек на весь город. Это сын обкомовского начальника. Понятно. Если вы спрашивали о претензиях к старшему поколению, я считаю, что создалась такая ситуация, когда вырастили поколение продукционистов. То есть дело в том, что ребята в последнее время, я, конечно, опять же, не буду говорить за всех, надеются больше не на свои силы, как раньше. Я не знаю вообще, как раньше, но мне так кажется. А больше надеются на знакомых своих родителей. А ты себя тоже к миддл-классу уже считаешь? Да, и горжусь этим. По-моему, 17 лет это уже не бледный ребенок. Тихика не оденет, а товары, которые предлагает ассортимент в наших магазинах. Даже если у меня будет много денег, я вряд ли на них что-то приобрету. А вот мы заговорили как раз о проблеме денег. Ну, скажем, в день. Сколько нужно для того, чтобы не чувствовать себя ущербным человеком? Ну, вообще, если бы было каждый день по 5 рублей, то... У тебя бы устроило, да? А тебе сколько бы устроило? Мне бы тоже 5 рублей, но можно чуть побольше. Да? А у вас, ребят? Ну, мы с Антоном взаимыли дурную привычку в гриле кушать теперь. Поэтому желательно, конечно, чарвоне заведение. Ну, мне 5 рублей вполне устраивает. Хватило бы, да? Вот у вас достаточно большие запросы. В общем, как-то хочется и жить получше, и одеваться получше. А вот, так сказать, вам не кажется, что вы просто, так сказать, пока что пользуетесь теми материальными благами, которые для вас создало ваше старшее поколение? Вот, родители. Вы говорите о каких-то запросах. О высоких... Я не знаю, что вы считаете высокими запросами. По-моему, нормально, красиво одеваться, иметь там, ну, какие-то материальные блага, там, удобства. По-моему, это естественно для любого человека. И я не считаю это тем, что вот называют, что вот нас, мол, балуют. По-моему, это естественно. Это мизер, который любой человек должен иметь. А тебе не приходила в голову мысль, что, в общем, мама, вот, которая тебе создает какой-то определенный уровень жизни, что ей, в общем, тоже нелегко даются, вот, может быть, те деньги, на которые она, как ты говоришь, обязана тебе устроить этот уровень жизни, достаточно высокий? Ну, конечно, она, разумеется, прикладывает какие-то определенные усилия к тому, чтобы заработать свои деньги, получить зарплату. Ну, ты считаешь, что она обязана все равно, да? По-моему, это естественно. Раз родила тебя, значит, обязана. Ты когда-нибудь пробовал заработать, ну, вот, хотя бы рубль вообще, собственным трудом? Ну, вы знаете, вот, эти проблемы вот уже поднимались у нас, и вот по телевидению, в печати, насчет того, что, значит, как может молодой человек, не достигший совершеннолетия, вообще, заработать. Ну, как, вот, многие ребята идут работать, например, на почту, идут, там, я не знаю, в магазин, где-то подрабатывают, там, продавцами, допустим, каким-нибудь. Ну, это обычно грязная, тяжелая работа, вот, за которую получаешь очень маленькие деньги. Это, конечно, меня не устраивает. Я не желаю, там, ящики кидать какие-нибудь, весь в грязи, в каких-то отрубях за 70 рублей, это у меня не прельщает такая перспектива. Мы пьем чай в старых квартирах, ждем лето в старых квартирах. В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода, радио, точка, пол, банкет, санузел, раздельный дом, кирпичный, одна семья, две семьи, три семьи. Много подсобных помещений, первый и последний не предлагать рядом с метро, центр. Ну, что вы меня расспрашиваете? Ой, а мои сверстники вам все скажут, без лишних напоминаний. Из них все вылетает, как из бутылки с шампанским. Все быстро, сразу, все мысли, слух. А из тебя? Она изменит. Почему? Не знаю. Не вылетает и все. Насчет материального благополучия семьи. Ну, если вы считаете, что это чудо техники 20 века, это материальное благополучие, то, наверное, неверно. Ее уже на стенку не повесишь, она светиться не будет. И соседей не позовешь посмотреть, правильно? Они будут только возмущаться. Как вы выбираете? Ну, это яблоко. Просто. А стоит сколько? Тысячу сто. Тысячу сто? Все, сам заработает. Ну, почти. Как вам вообще к этому относится? К тому, что ты как-то сам стремишься заработать. Когда положительно, когда отрицательно. К этому она относится отрицательно, а вообще ничего. А почему к этому отрицательному? Ну, я один-единственный вообще-то. А друзья эти новые у себя появились? Ну, как вам сказать. Почему, да? Крокеры. Крокеры. Ну, а все-таки, вот как-то это тоже связано? Куртка черная, козлица, шнем. Ну, как, а программа за этим просто холодная. А проблемы общения существуют у тебя? Стараюсь эти проблемы преодолевать. Каким образом? Путем самосовершенства, например. Не самоизоляции? Черт, я знаю. Может быть, я не знаю. Точно, пока. Я еще маленький. Все вот эти разговоры, многочисленные, банальные уже об одиночестве среди твоих сверстников, они вообще обоснованы? Обоснованы. Да? Да. Так что? Ну, это, в общем, точно. Практически. А на сколько вот это вот вообще все решило твои проблемы? Вот твои личные? На 0,0 процента. Да? Да. Все эти ночные поездки, знакомства, вся эта красота. Ты в школе учишься? Да. А занятия часто, как расскажешь? Да. Почему? Неинтересно. Интересно? Предметно неинтересно или отношения вообще? Да вообще вопросы, которые обсуждаются в классе, в школе. А вообще тебя волнуют эти проблемы? Вот какой-то, так сказать, разный социальный уровень, разные возможности? Меня это не волнуют. А если у тебя возникает какие-то материальные задруднения, то как ты их решаешь? Ну, как решаю, я работаю. Каждый день на работу хочешь? Да. Сколько раз на безпочек? Ну, за исключением субботы. И в воскресенье тоже работаю? В воскресенье тоже работаю. Ну, по сколько часов каждый день? По три. В какое время? С 10 до 12, да, час. Ночью. В ночь? Да. Ну, вечером, ночью. А где они ходят на то, чтобы уроки сделать? Ну да, как прихожу в школу, уроки, потом работать. В чем твоя работа заключается? Расскажите. Все просто. Чистить кабину. Ну, не чистить, а выметать, вытирать стекла. Ну, в общем, чтобы кабина была чистая, смотрелась. Кабина. Телефон. Телефон встану. Да. Да? Да. Ну, приятная работа. Ну, а что делать, надо деньги разработать? Сколько ты получаешь денег за этого? Сто. Стороп. Ну, а что это деньги расходов? Свои только деньги, или приходится маме помогать? Ну, не то, что приходится просто. Деньги идут на книжку, и потом распоряжаемся ими в соответствии. С потребителями. Да. Как ты считаешь, у вас семья какого-то остатка? Среднего? Среднего. Среднего. Да? Папа, как это помогает материально? Конечно. А в школе ребята знают, что ты работаешь? А тебе хотелось бы, чтобы знали, или наоборот? Мне все равно, в принципе. Все равно. Поэтому вы меня снимаете. Тяжело, по-честному, признайся. Ну, я привык уже работать, так же. Сейчас кортешно работаете, да? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да не надо. Да мы сейчас... Я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, мы вернемся. Я тебя очень прошу. Что мне насчет ваших папочек и мамочек, насчет ваших машин, насчет ваших репетиторов, всяких тряпок, всякой дряни, да ерунда все это. Мы еще посмотрим, кто кого обгонит в эти копты. Поняла? Когда я встречалась со зрителями в самых разных городах, в самых разных местах, то, пожалуй, проблема эта существует и там. Вот эта бездуховность, вот эта вот вседозволенность. И именно соревнования за благо материальное теряет качество человека. Я опять же говорю, это опять же не все, но большая часть, видимо, так как я занимаюсь этой темой, встречается именно на моем пути. И на жизненном, и на творческом. Я берусь как раз за те темы, которые меня само волнуют. Я сама себе задаю вопросы, и посредством того, и времени, и знакомства, и так, как я делаю эту картину, я потихоньку пытаюсь разобраться. Ну и, пожалуй, во всех моих поисках я ответ такой глубокий не дам. Его дали давно. И потеря тех нравственных качеств, которые происходят у человека, чем больше они будут теряться, тем хуже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, это не то слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 после того, как ее уже не стало. То есть она все время шла впереди? Да, потому что она ощущала время, она чувствовала детей на много лет вперед. То, что происходит сейчас, сегодня у нас, то, что будет происходить завтра, Динара знала уже вчера. Понимаете, вот какое-то было удивительное редкостное чутье, наверное, это и есть талант. Свои дети есть у вас, да? Да. Такого уже, наверное, возраста. Да, наши дети заканчивают 10 класс, поэтому нам эта тема очень близка и очевидна, просто на поверхности. Вот, и Динарин сын тоже такого же возраста, и поэтому мы все это очень хорошо знали, чувствовали, ощущали тогда, и сейчас, конечно, тоже. Тут мальчик маленький, которого мы видели вот в кинокадрах, это уже взрослый человек. Да, это уже 16-летний юноша. Тут мальчик, тут мальчик, тут мальчик, тут мальчик. И витают их смутные взгляды. Эти смутные взгляды, как жизни суетной обряды, Против стрелок мечты наши души бездомные крутят. Крутят, крутят, крутят. Каждый грезит своим и своей усталостью дышит, Заключая ее в полусон или чтение книг. В этих сумрах пожелых суткам равняется миг, А все голодные мысли становятся ближе и ближе, 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 ближе. И меня настигает вопрос незыблемый рой, И улыбка опять в глубине грустных дум утопает. Почему одиночество в каждом незримо витает, И подчас вырывается за двери потайной, 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 потайной? Почему мы похожи порой на диких зверей, Приходя в состояние вечно бесцельно голодных, А сердца кругу бьются, как будто в цепях и колодках, И рассержены пусто стучат у вагонных дверей, У вагонных дверей, у вагонных дверей, У вагонных дверей, у дверей. Вот стою я в метро, а мимо проносятся люди, Разноцветной метелью и тают их смутные взгляды. Эти смутные взгляды, как жизни в суетной обряды, Против стрелок мечты, наши души бездолные Крутят, крутят, крутят. Вот для вас имеет какое-то значение, Что фильм этот снимался в Ленинграде, Именно в Ленинграде? Теперь уже задним часом можно сказать, Что в этом есть смысл, Можно во всяком случае увидеть смысл. Это же город, который во многом Имеет историю основополагающую В развитии нашего общества. Это же очень легко представить себе, Что здесь, скажем, 70 лет назад Катили пролетки, Лежали от голода мертвые, Здесь шли рабочие, Здесь стреляли, Здесь двигались, может быть, бронемашины. Это все здесь происходило, На этих улицах. Мы привыкли говорить фразы из учебной, Что Ленинград это колыбель революции, А на самом деле... Это очень конкретно. Это все крайне конкретно. Мы как до человека, видимо, Свойственное прошлое отодвигать, Лишать его какой-то конкретности, Насыщенности. Зная факт, он удерживает его. Но в принципе, это реально, Это вот здесь. Может быть, вот здесь жил человек напротив, Вот он смотрит на нас, И может быть, там живут люди, Еще предки тех, которые здесь выходили на улицы, Шли со знаменами, кричали, надеялись, радовали, Потом умирали, потом их везли в тюрьмы, Потом они воевали. Это все здесь происходило. И в частности, мне казалось, Что то, что есть мои молодые герои, И их родители, И родители-родители, Они живут здесь, И в этом прослеживается определенная социальная история. Ну, что ты за мать у меня, а? Не мать, а студентка какая-то. Жень, ну ты что, ни с кем не можешь подружиться, что ли? Ну, сходила бы, пригласила бы в гости. А, в этот сарай. Ну, что сарай-то? Ну, что сарай-то, Жень? Ну, ты вспомни коммуналку. А ты посмотри, как мы сейчас живем. Господи, ремонт скоро сделаем. Погоди, не все сразу. Проводка ненавижу, уберю. Все чистенько будет. Все хорошо. Шторы поменяю. Да ну, Женя, ну... Жень, ну сходила бы куда-нибудь. Ну, развлеклась бы. Ну, в чем? В чем я пойду? Ну, скажи. Я с тобой повстречаюсь, с тобой повстречаюсь. Если возвращаться к картине, то самым важным и сложным и болезненным для меня является то, что как те дети из того хай-слоя, так те дети из нижнего, это все дети одинокие брошенные. Они предоставлены сами себе. Одни, конечно, одеты хорошо и снабжены какими-то материальными условиями жизни, а другие не имеют, но в сущности это не является каким-то определяющим в жизни. Главное, что и те, и другие внутренне не прикаяны. Ведь в жизни всегда от каждого человека требуется известная доля стоицизма. Выстаивать невзгодам, внутреннему какому-то сопротивлению, сложностям жизни, душевному, вот, изнурительному поиску профессии, близких людей или служению другим и так далее. И они, не имея этого, они начинают быстро сникать. Отсюда я часто слышал разговоры о том, что жизнь отвратительная, жизнь скучная. Это скучно, это все... А, это что там? Отсюда и прозябание какое-то проведение времени непонятно с чем, зачем. Это пустота. Ну, вообще-то, когда у нас были свободные дни, мы прям почти каждый день ходили. В кафе там еще куда-нибудь. И там мы проводили досуг. Ну, конечно, впечатления большого мы не получали от этого. Там все однообразно. Все как-то приедается, а что-то более существенное в этом плане. Как-то не предвидится. У нас все передачи называют предельную, так сказать, цифру расходов. Так сказать, достойную их воображения. А у вас какая цифра? Ну, рублей 10-15 хватит. За вечер, да? Да. Ну, вот, может быть, ты нам расскажешь, о чем вы разговаривали сегодня? О чем? Ну, о времени отдыха, о предприятиях рождения. Ну, пожалуйста, лето, весна, тепло, хорошо. Здесь музыка тоже хорошо. Девушки, ребята, все знакомиться, пожалуйста. Здесь музыка уже погуляет. Здесь музыка уже уже как-то A gaan�io. Или часто... ENN Claire F Abrahamisi!!!! А я сон! А я сон! А я сон! А я сон! за вечер молодой человек может оставить здесь денег? Если говорить о той части, которая первая, первую я назвал, которая менее обеспечена. Ну, я так думаю, рубля-два, если не ошибаюсь, да? Может, иногда и меньше. А иногда и меньше. Во всяком случае, во всяком случае, тенденция к такому, что поменьше. А так, часть, которая наиболее обеспечена? Ой, это очень по-разному. Диапазон очень широкий. Но у нас цены, в общем-то, не очень высокие. Это 10 рублей, в общем-то. А есть у вас свои завсегдаты? Да, конечно. Как во всяком кафе, обязательно. В основном это молодежь. Вот до 20 лет, в основном, даже доармейская молодежь. Даже создается впечатление, что многие из них не работают нигде. Ну, это, конечно, я не могу отвечать за это, потому что, ну, это наше впечатление просто. Ну, если мы приходим на работу, а они приходят, как на работу к нам. Каждый день? Практически, да. Если их нет, даже как-то скучно. Вы уже их узнаете в лицо? Обязательно, обязательно. Некоторых даже по именам знаем. Ну, как часто здесь бываешь? Ну, я каждый день почти. Каждый день? Ну, да. Сколько лет? 16. А где ты учишься? Я училище учусь. Про тебя училище? Да. Кто твои родители? Ну, родители у меня фастеры обычаи. Мама работает в Безе. Отец тоже работает на архкомбинате. Ну, а откуда деньги берешь на карманный расход? Ну, мама дает. Мама? Помогает. Бабушка помогает. Бабушка? Ну, а кроме этого, что еще в жизни существует? Ну, не знаю. Ну, в твоей жизни что еще существует? Ну, так, можно, конечно. У меня так нет сейчас особой цели. Нету цели? Ну, сейчас нет, я не знаю, я думаю решать. Уже после службы в армии. То есть до армии вообще никаких изменений? Ну, до армии надо гулять, наверное. Ну, это молодежь практически невоспитанная, ни физически, ни в духовном смысле слова. На наш взгляд, ну, насколько мы можем судить на своей работе, разговоры их бессодержательные, неинтересные. То есть, другими словами, это пустое времяпрепровождение. Я думаю, что моя напарница думает точно так же, поскольку мы, конечно же, обсуждаем эти вопросы на работе. Вот о той части, о которой мы говорим, это просто разгильдяя, я считаю. Ну, а о чем эти разговоры, если вам приходится их слышать? В основном это о музыке, о выпивке, об играх всяких азартных, ну, всем известные, карты и так далее. Вот. Девушки, знакомства. Знакомства, конечно, неплохо, но когда об этом говорят в широком кругу, и очень часто это делается, это уже нехорошо, на наш взгляд. Ну, вот что я хочу сказать про любовь. Я считаю, что любовь вообще существует. Говорят, что Маркс, он свою жену любил всю жизнь. Но почему я считаю, что нет любви сейчас? Потому что сейчас молодежь потеряла веру во что-то. Вот как раньше верили в Бога, сейчас не верят ни во что. Расскажите о себе, вы работаете, учитесь? Я учусь в нем торговом технике. А ты? В школе. В школе? В каком классе? В седьмом. А вы, ребята? В девятом классе. Вот с девушкой познакомиться, с ней так вот погулял и до свидания. Если она там что-то выпендривается, так пошла нафиг, я найду другую. То есть нет такого парня, который хочет ее добиваться, которого настоящая вот нравится девушка, вот чисто как вот он ее уважает, как человека. Ему этого не надо. Ему все равно. Но их тысяча, девять миллионов в Москве. Ему все равно. Одежду смотрят, чтобы модно была одета. А что у нее в голове? Если ты не модно одета, то это уже все. Если ты не модно одета, то это уже отбросы общества. Если она не ругается матом, не пьет, не ведет себя так, знаете, вот, раскованно, то это уже что такое? Это уже пережиток прошлого. Надо, чтобы девушка была такая свободная, чтобы с ней было так по-дружески можно поговорить, там, ля-ля. Да, вот они таких любят, которым надо погулять, попить, поплясать, там, посмеяться и все. Которым больше ничего не надо, которым легкая жизнь, чтобы деньги, чтобы у меня могли родители машину купить. Имеет ли какое-то значение в жизни ваших сверстиков, что у ваших родителей, ну и, соответственно, у вас разный материальный уровень? Конечно, нет. Разные компании. Ну, предположим, в одних компаниях смотрят, видимо, не таком, фирменные сигареты, там, фирменная одежда. Это одни компании. Они внимания не обращают на тех, у кого ничего нет. Они их не удастают. А другие покупают одежду на рижской рынке, как это штаны, вообще с карманами, куда можно гвозди класть. Все, что стирается, какие-то вообще жутки. Это уже другие компании. Одежда, это уже другие компании, у них, соответственно, другие интересы. Мы говорим про английскую школу. У нас все дети так одеваются, что там очень трудно. У всех родителей ездят, они приезжают вместе с детьми сюда и там уже вообще. А после детей и родителей каких-то высокопоставленных, так сказать, то они уже всеми благами пользуются от них. Они поступают в институт, они везде все поступают, всего добиваются, но это не они сами. В общем-то, это все от их родителей. Если они много получают, они могут пропихнуть, просунуть, если у них есть деньги, знакомые. Это же, в общем-то, неправильно, что они могут это сделать. Вот, и никаких привилегий, они практически, они такие же, как и мы. Просто у них вот блат. А вы как считаете? Точно так же, мне кажется. Андрюш, а ты такое слово когда-нибудь слышал? Голден. А? Ты какое-нибудь слово слышал когда-нибудь? Голден. Да. Что это значит? Золотой. Ну вот ты знаешь, что обычно ребята к этой категории относят именно детей вот таких родителей, как у тебя? Слышно, слышно. Да. Ну а ты считаешь, это вот оправдано? Возможно, в какой-то степени да. Ну в чем твое преимущество? Я считаю, что не все такие, наверное. Ну есть, конечно, но в большинстве, так сказать, моих коллег в этом плане, ну, зазнаются, считают себя выше других, и их духовный мир ограничивается видеомагритофоном, музыкой. А твой духовный мир чем ограничивается? Ну а мой, я еще время от времени читаю, готовлюсь к поступлению. А ты не работаешь в музее? Ну я в музее. Кем? Рабочем. Рабочем? А чем там заключается? Ну, да что на ней, собственно, останавливаться-то, ну, что там, принести, там, что-нибудь отнести, там, съездить куда-то, там, по хозяйственным надобностям-то, да, музеям, ну, в общем-то, удовлетворение морального она мало приносит, но все-таки. А отец у тебя кем работает? Ну, отец, ну, дипломатически работающий, с границей. То есть ты сын дипломата, да? Считаешься, вот тот престижный вариант, когда, значит, ребенок родителей состоятельный, будем так говорить. Как вам угодно. Так, скажи, пожалуйста, а ты в какой институт поступал? Я в университет. На каком фокусе? Исторический, но, к сожалению, провалился. Без благ, значит, поступал? Ну, естественно, если провалился. А вы говорите. А вы говорите, семья состоятельная. Да. Ну, а какая надобность была, в общем-то, идти работать, ну, помимо поступления в институт? Ну, как говорит мой батя, говорит, поблыкнись, поварись в рабочем котле, в рабочей среде, так сказать, посмотри, чем люди живут. Он вообще меня хотел на завод устроить, работать, но я его спротивился. Мама, наверное, ступилась. Да. То есть сейчас надежды на родителей маловато? Надежды на родителей мало, а потом же, да, вот особенно сейчас надежды на родителей как раз-то и меньше. Вот в последнее время? Да, в последнее время. Почему? И все меньше и меньше. И за тры дней, и за тры дней поступок. Почему? Почему? Политика такая в нашем государстве. Вот у Игоря кто родители, ты знаешь? Нет? Нет, я никогда не интересовался этим. Вообще, ребята, в компании не интересуются, кто у кого родители. Ну, потому что это уже тогда, получается, интерес не духовный, а, так сказать, как бы, уже что-то ищешь от этого знакомства. Нет, это предубеждение. Игорь, а кто все-таки у тебя родители? Ну, вот, отец у меня работает в… он у меня инженер, работает в НИИ, что-то там такое, я не знаю, как дальше называется. Ну, какой-то институт. Ну, вообще, средний достаток в семье. Да. Средний. Попал куда-нибудь? Нет, я не поступал. Лето отдыхал. 24 сентября, помнится, пошел на работу. Устроился детский сад там около своего дома, недалеко. Кем? Работал, ну, в младших группах, это называется, няня, а в старших – помощник воспитательный. Я там проработал два месяца. Там конфликт с администрацией, мне, в общем, пришлось от этого дойти, по собственному желанию. Ну, а как сложились мы отношения с детьми? Ой, детишки меня любили, страсти. Они, там такой даже у них разговор был, я невольным свидетелем стал. Они там, девочки некоторые, хотели на мне жениться, замуж выйти за меня. В администрации конфликт почему произошел? А так, просто получилось, что я после 7 ноября, 8 ноября не вышел на работу. И они мне сказали, вот за то, что ты прогулял, за то, что ты еще плохо относишься к своим обязанностям, хотя детей любил, но они мне сказали, все, уходи. А где сейчас работаешь? А сейчас я устроился дворником в гостинице, туристом, там тоже недалеко от дома от своего. Тоже работа хорошая. Ну, а вот семью свою собираетесь как-то семейную жизнь устраивать? Со временем, да? Со временем, конечно, чтобы на старости лет одному не остаться и газетки читать. Надо заводить семейную жизнь. Только для этого? Ну, что же еще? Ну, детей можно там, чтобы внуки бегали. Прочтение детей является, наверное, расчетом. То есть в одну единственную любовь на всю жизнь ты не веришь? А бывает просто впервые встретил там какого-нибудь парня, да, или подзалетел там, и замуж. Нет, просто сейчас все понимают, что любовь – это невыгодно. Ну, полюбишь ты там, предположим, от лица девушки, если рассуждать, ну, полюбит она, предположим, на кого? Ну, грузчика. Ну, получает он 150 рублей, но ребенку не будет. Ну, вся любовь в основном упирается в материальное неурядице, в быт. А вот какие сейчас профессии престижными считаются среди ваших сверстоков? Престижные. Престижные – это те профессии, за которые больше всего получают денег. Вот это считается престижным. Например, многие знакомые у меня работают учениками в магазинах. Вроде бы, ну, сколько им? 40 рублей платят. А на самом деле они там занимаются такими нехорошими делами, и они довольно-таки большие деньги получают. И когда говорят, я работаю учеником в таком-то магазине, они с гордостью говорят, потому что знают, что в нашей среде, в среде молодежи, это все знают, что если работают учеником в каком-то магазине, то у него всегда есть деньги. Поэтому престижная профессия. Много таких престижных профессий. Ну, какие давайте, как назовем? Профессионантом, предположим, работать в баре, в ресторане. Саш, а вот когда в классе ребята узнали о том, что ты поступил в училище, и как они к этому отнеслись? Кто позавидовал, а кто-то подумал, что это, конечно, профессия не для него. Недостойно, так сказать, может, его. А почему вот участие ребят, такое отношение к профессии? Как ты думаешь? Не знаю, там, наверное, считается, что обслуживать это... Ну, их не может, как сказать, профиль. А почему ты такое слово сказал, позавидовал? Ну, как... По-моему, эта профессия довольно-таки такая престижная, официантная. Ну, считается, что они имеют хорошие деньги, зарплату. Ну, а ты сколько вот сейчас уже проучился? Год, два? Год, год, год. Ну, а как ты считаешь, вот такое мнение ребят обоснованное или нет? Ну, обоснованное, да. А вот в хороший ресторан пойти с девушкой, сколько надо денег иметь? Ну, 50 рублей, это самое маленькое. В основном девушке, по-моему, больше нравится, кого больше денег. В основном такие девушки. Если у тебя деньги есть, значит, ей все нравится. У тебя, как денег нет, значит, нам все. Сразу, сразу на тебя не смотрят, уже куда-то уходят. Какими сейчас самыми престижными среди ваших сверстников профессии считаются? Ну, это искусство, дипломаты, киноискусство, представители предприятий за рубежом. Ну, еще также у нас работники торговли, водители с автотранспорта, потому что у них есть возможность выезжать за рубеж. Ну, а вот интересно, как вы считаете, вот ребята, у которых родители вот работают, но на боли таких профессий, престижных, как они к вашим профессиям будущих будут относиться? К нашим, ну, хорошо, так как это же все-таки сфера обсуждена, они сами туда приходят, надо поесть. То есть, ну, стараются тоже иметь знакомых в этой области, чтобы можно свободно попасть, например, в хороший ресторан, посетить, достать продукты. То есть, ты считаешь, что твоя профессия для них нужная? Ну, она не только для них, она вообще нужна всему обществу. А я никуда не буду поступать. Останусь у матери, все в трансавтор. Знаешь, я с ребятами разговаривал. Дарами можно приличные бабки заколачивать. А в армии получу права. Вернусь ей 250, как с куста. Шиферняжа везде требуется. Ну, потом, лет через пять, через семь, сделаю себе первый класс и отвалю софт-трансавтором. За граммку буду ходить. Уж там-то я погуляю по Европе. Все будет. И чеки, и валюта. Все. Определенная часть общества, скажем, как мне кажется, поняла, что не нужно слушать никого. И тогда, отринув некие нравственные представления, можно недурно устроить жизнь. В общем, думаю, все люди, занимающиеся этой средой, они, в общем, такого очень эгоистического склада. Главное, чтобы были французские духи, автомобиль, чтобы были женщины, чтобы... это сладко, вкусно. Хотя, я думаю, что... все это... они являются, в общем, результатом, уже плодом в цепи этой. и прав тот человек, который сказал, занимаясь подростками, значительно более осведомленным, мне кажется, чем я в этих социальных процессах, текущих в этой среде. Он сказал очень умные, мне кажется, глубокие слова. Оценивая их. Это дети детей. однако, наличие причин там не освобождает их от ответственности. И жизнь к ним именно, не к кому-нибудь, а именно к ним предъявит свои претензии. И боюсь, что многие из них не выдержат этого испытания. А какой вот сейчас считается престижный набор жизни для вашего взрослого? Иметь хорошую квартиру тоже. Да. В солидном районе. Сейчас я, по-моему, предпочитаю, ну не в центре квартиры, а потише где-нибудь. Ну дачу, тоже поближе к Москве. Хорошую машину. Ну еще что, давайте поставим. Ну вся... Аппаратура. Хорошую аппаратуру. Аппаратура хорошая. Видео или... Видео и... Кассетная аппаратура. Ты что, как и видео, кассетная тоже хорошая аппаратура должна быть. Вещи, чтобы можно было одеться, сходить куда-нибудь. То есть одежда, да? Да. Одежда тоже стоит денег. То есть пойти куда-то отдохнуть, наверное? Ну конечно. Сходить в кафе, в ресторан. Вам знакомо, чтобы можно было пойти свободно отдохнуть, какой-нибудь в ресторан, сходить в театр, достать билеты. Ну что, нужны знаки? Ну в большой театр, по-моему, вы билеты не купите. То есть... Ну все это престижно. То есть деньги, да? Сценится. А еще что, кроме денег? Это главный критерий. Деньги. А больше никаких сейчас. Потому что сейчас, так сказать... Главная цель у многих наших сверстников это заработать как можно больше денег. А у вас такая цель в жизни? Быть обществом полезным. Ну ладно, только без лазунков. Серьезно, я спрашиваю. Найти себя. Найти себя? А что это значит, найти себя? Значит, понять себя. Понять, где ты можешь что-то сделать. Лучше, чем... Где ты можешь сделать... Предположим, я в одной области могу сделать много, а в другой вообще ничего. И надо вот найти эту область. А вот как ее искать, я не знаю. Пока еще не нашел. Нет. Я туда рыпнусь, туда не знаю. Просто где найти. А в своей жизни ты доволен? Сейчас. Если брать в общем-то в целом, то, что я с голода не пухну, то, что... Ой, меня-то. Да, то, что таких трудностей не переживаю. То, в общем-то, да, в целом доволен. А если уже разбираться по деталям, то очень много негативного обнаружится. Но все-таки обращаясь к ребятам, обращаясь к режиссеру, педагогу, наверное, все это тесно приобретается. У меня единственное обращение. Дело в том, что... Как бы трудно, как бы тяжело. Не было их становления. Они считают себя и неистовыми иногда, оказывается. Не только взрослые считают их трудными. Но они и сами себя считают трудными. Это суметь однажды вернуться в свой мир. И хоть раз задать вопрос. Кто я? Зачем я? И почему я? Что я могу сказать тем подросткам, которые только-только становятся? Действительно, она дается один раз. Это жизнь. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Почему у тебя ребята не играют, а живут в кадре? Вот почему? Как ты заставляешь так работать?» Она совершенно замечательно отвечала. Она говорит, ну я с ними не работаю. Я их очень люблю. Я их очень люблю. И пытаюсь их понять. Не понимаю. Я как раз часто говорила, что я пытаюсь их понять. Хочу их понять. Но чем больше я с ними работаю, тем меньше я их понимаю. И эту пропасть ощущаю постоянно. И постоянно пытаюсь преодолеть эту пропасть. Может быть, у вас остались какие-то... Какой-то еще материал, связанный именно с ребятами в картине. Можно было бы его посмотреть? Вот я вам хочу показать, кстати, кинопробы все те же времен 1985 года. Ну, может быть, хоть так, вот, все-таки они дойдутся на зрителя. Хоть таким образом через телевидение. Хоть так, вот, все-таки они дойдутся на зрителя. Как один из я не имею никакой, собственно, возможности повлиять на ход событий, которые свойственны нашей жизни. Но я вижу только одно. Я вижу только одно. Сколько возможно продолжать думать и делать так, как я думаю, не сообразуясь с тем, что происходит вовне. С этим ощущением я и делал картину. Я не призывал к неким социальным изменениям. Я только хотел сказать, что дети, которые стоят передо мной сейчас в центре внимания, это дети, которые требуют любви. Они одиноки, они искорежены, как те, так и другие. Поэтому мне кажется, что единственное, что можно противопоставить, это к чему я призывал. Это внутреннее сопротивление этому. Это, если хотите, вера. Вера в то, что так не должно быть, что я так не буду, что я не хочу этого, что я призываю вас почувствовать это и не делать этого, видеть это и сопротивляться этому. Это и есть призыв какой-то внутренней стойкости, если хотите. И призыв, который соединен с тем, что никакие социальные преобразования, я думаю, этот вопрос не решат в ближайшее время. Следует уповать только на ту внутреннюю душевную силу, которую мы обладаем. И я желал бы им стойкости и мужества. Вообще жить – это удел мужественных людей, известно. Поэтому я бы желал им мужества. Я бы желал им, чтобы они нашли друг друга, эти хорошие, замечательные люди. Я хотел бы, чтобы они не потеряли веры в то хорошее, что в них есть. И когда их будут бить в лицо, и когда будут топтать их душу, чтобы они не потеряли свою веру, чтобы они не отчаялись, чтобы они не испугались, не повернули назад. Чем детство и дети, нет ничего на свете добрей, светлее и честней. И детство и дети, как теплый летний ветер, нас окрыляют чистотой своей. Я верю в вас, о крошечные феи, И магии добрые из маленькой страны. Я верю в ваши странные затеи, Которых не придумать и нам, увы. Мечты у вас все светло-голубые, И в розовых цветах вам виден мир. Но вы такси до сих пор любили, Так как никто на свете не любил. Чем детство и дети, Нет ничего на свете добрей, светлее и честней. Чем детство и дети, как теплый летний ветер, Нас окрыляют чистотой своей. Но вы уже стать взрослыми хотите, Считайте года и месяца. А я вас умоляю, потерпите, Не надо гнать ни одного часа, Не надо гнать коня смешного детства, Не надо его время торопить. И пусть подольше с вами по соседству Мечта и счастье мирно смогут жить. Чем детство и дети, Нет ничего на свете добрей, светлее и честней. И детство и дети, как теплый летний ветер, Нас окрыляют чистотой своей. Чем детство и дети, Нет ничего на свете добрей, светлее и честней. И детство и дети, как теплый летний ветер, Нас окрыляют чистотой своей.